Эта история началась еще в ноябре, когда местные жители деревень Суханово и Лопатина пожаловались в администрацию муниципалитета на характерный запах канализации, исходивший от реки Гвоздянки и Сухановского пруда, а затем и массовую гибель рыбы. Тогда на место оперативно выехали представители администрации, Росрыболовство и Росприроднадзора для разбирательства. Все-таки решили сами провести свое внутреннее административное расследование. Пришли по реке от точек сброса до Сухановского пруда, нашли несколько источников. По итогам расследования в здании администрации муниципалитета прошло совещание, на котором озвучили множественные зафиксированные нарушения. Используется ливневка не по назначению. Туда периодически, и периодичность достаточно высокая, сбрасываются хозяйственно-бытовые отходы. То характерно запахами, температурой. Оказалось, что температура речной воды после прохождения через коллектор и точку сброса с очистных сооружений повышается аж в 6,5 раз. А анализы отобранных проб показали, что природной экосистеме нанесен значительный ущерб. Наблюдалось значительное превышение от десятков до сотен раз. Это предельных концентраций по гидрохимическим показателям, по тяжелым металлам, нефтепродуктам, фенолам, которые установлены для рыбохозяйственных водоемов. Сейчас очистные сооружения, обслуживающие жилые комплексы, Государев дом, Суханово парк, Видный город, Восточное Бутово и Бутово парк, эксплуатируются со стопроцентной нагрузкой. Присутствующие на совещании представители компаний-застройщиков и частных эксплуатирующих организаций свою вину отрицали. У нас из всего состава есть незначительные превышения только по одному показателю, по нитритамонию, по-моему. При этом многие вещества у нас ниже фона реки, который приходит выше по течению. Я могу сразу сказать, что у нас никакой несанкционированной врезки постбытовой канализации в Ливневую нет. Все инженерные сооружения работают автономно. Тем временем Росрыболовством уже рассчитан размер ущерба. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Возбуждены административные дела управлением Росприроднадзора, территориальным отделом Росрыболовства. И вопрос находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре. Пока ведутся еще административные расследования. По итогам совещания было принято решение провести дополнительные отборы проб в реке на точках сброса и в предполагаемых источниках загрязнения. А также повторно провести проверку очистных сооружений и обследование сетей ливневой и хозбытовой канализации в ЖК Государевдом на следующей неделе. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видно-ТВ.